На этой неделе в связи с постановлением губернатора Игоря Рудень утвержден перечень системообразующих предприятий региона. Они смогут продолжить производственную деятельность при условии соблюдения эпидемиологических требований. Всего их 220, на которых работает около 65 тысяч человек. Некоторые из них расположены в областной столице. В действительности речь идет о куда большем количестве людей, так как почти все имеют семьи, пожилых родителей и детей. С приходом взрослых на работу предсказуемо обострится вопрос, что сделать с детьми дошкольного возраста, так как детсады временно закрыты. Ответ на этот вопрос искала наша корреспондент Наталья Чекет. Президент России Владимир Путин на минувшей неделе объявил о продлении введенных ранее для обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения нерабочих дней. В своем телеобращении к населению России он заявил, что нерабочими будут все дни вплоть до 30 апреля. Однако губернаторам было делегировано право самостоятельно определяться с перечнем предприятий и организаций, какие должны находиться на самоизоляции, а какие могут возобновить работу. Последних в нашем регионе названо 220. Это означает, что тысячи людей вернутся на свои рабочие места, и это отрадно. Но возникает вопрос, куда им отправить ребенка. Как нам пояснили в администрации города Твери, для таких семей, например, в областной столице организовали дежурные группы в пяти садах. Организованы они только в соответствии с заявлением родителей, которые являются работниками организации, указанных в указе президента от 25 марта номер 206. Вот для этих категорий сотрудников организованы у нас группы. Однако многие родители столкнулись с проблемой отсутствия информирования в детских садах о возможности отправить ребенка в дежурную группу. Так наш коллега Роман Быков был удивлен тем, что в дошкольном учреждении, куда он водит своего сына, не знали о существовании подобных групп. Как рассказывает Роман, для руководства стало неожиданностью, что они вообще должны работать. Я им позвонил в пятницу, а в пятницу, после этой пятницы в понедельник сад закрывался. Я им звонил днем в пятницу, они говорят, какие дежурные группы? Первый раз слышим и так далее. Никто и не предлагал такой вариант товарищей. Мы закрываем сад, но если есть желание, то, пожалуйста, пишите заявление, мы сформируем дежурную группу. А между тем, такие группы нужны. Как организованы работы дошкольных учреждений в нынешней ситуации и смогут ли родители оставить ребенка на полный день в саду, мы узнали в администрации города. Количество дежурных групп постоянно меняется. До сегодняшнего дня это были, конечно, в основном группы кратковременного пребывания. Одна группа работала в режиме полного дня с организацией горячего питания. В 26 детских садах будут открыты 27 групп кратковременного пребывания. В эти группы придет 56 детей. В администрации добавили, что с завтрашнего дня начинают работу 6 детских садов с 6 группами полного дня. Планируется, что в них придет 58 детей. А с 13 апреля увеличится число групп полного дня. Закроет ли это все потребности областного центра, увидим в ближайшее время. Кстати, сейчас организована горячая линия по вопросам работы и приема детей в дежурные группы. Специалисты проконсультируют родителей по возникающим вопросам. Мы продолжим следить за развитием этой ситуации.